Приветствую всех любителей шахмат, сегодня у нас миниатюра в королевском гамбите Последовал ход Е4 и Андерсон играет Е5 Ф4, черные не принимают вызов, не бьют пешку на поле Ф4 А применяют контргамбит, контргамбит Фольбера так называемый Взятие на поле Д5 в наши дни сейчас просто забирают пешку на поле Ф4 А раньше, вплоть лет еще 20 назад точно играли только Е4 Главная идея этого хода контролировать поля То есть пешка клин, забиваем в лагерь белых И пешка мешает, допустим, пойти коню на поле Ф3 И благополучно развить опять же слона с поля С1 Который, во-первых, даже после Д3 будет упираться в собственную пешку Последовал ход слон Б5 Чаще встречался ход конь С3, на что можно играть конь Ф6 Потом развиваем своего слона на одну из позиций После же слон Б5, С6 Забрали, конь бьет С6 Последовал ход конь С3 Ну, явно план черных в случае взятия Все-таки два слона и у черных перевес За счет преимущества двух слонов, которые в будущем могут развить большую активность Поэтому белые не идут на поводу у черных Они играют здесь конь С3, сохраняя пока слона Следует ход конь Ф6, укрепили пешку Е4 Ферзь Е2, наверное, не лучший ход Белые отстают теперь в развитии Тратят время зря, возможно, лучше было вывести коня Либо сыграть Д4 Слон С5 Ставим слона на активную позицию и жертвуем на Е4 Опять же, возможно, еще не поздно было рвануть Д4 Достаточно интересный ход Главная его идея все-таки подключить слона Ну и попытаться при случае удрать в длинную сторону Пока, конечно, диагональ, точнее сказать, линия будет контролироваться ферзем Но, тем не менее, при случае явно можно Конь Е4, белый жадничает Следует короткая рокировка На Ц5, конечно, готово отдать Дело в том, что брать на Ц5 просто нельзя из-за хода ладья Е8 И ферзь потеряется за две фигуры За ладью и слона Явно это на руку черным Поэтому на короткую рокировку слон С6, БЦ Д3, подкрепляя коня на поле Е4 Ладья Е8 Такое неприятное противостояние Целых три фигуры на линии Е И черные пытаются этим воспользоваться Ставят ладью сразу же на линию Е Слон Д2 Взятие, взятие пешкой Выводим слона на активную позицию И, как говорится, после хода Е5 Слоны разбушевали Слоны занимают идеальные позиции Контролирует фактически всю доску Такой перекрестный огонь Король белых нигде теперь не будет чувствовать себя уютно Последовал еще ход ферзь Б6 Давление на пункт Б2 Длинная рокировка Слон Д4 Последовал ход С3 Уже просвечивалась как-то диагональ неприятно Ладья Б8 Создана угроза мата в один ход Последовал ход Б3 И вот здесь у черных был приятный выбор Они сыграли ладья Д8 Что является немного более слабым ходом Но можно было пойти и ферзь А5 С идеей ворваться на поле А3 Ну и также слон С5 Убираем слона из-под боя Вся та же идея ворваться на поле А3 Фактически сразу с матом Но после хода ладья Е8 Д8 И конь Ф3 Последовала, конечно, красота За что лично мне и нравится эта партия Черные неожиданно для соперника Пожертвовали ферзя Ну и в принципе можно было уже сдаться Ферзя всего лишь за две пешки Ладья Б3 Угрожает мат в один ход Как защищаться? Можно попытаться, конечно, сыграть здесь Ферзь Д3 И отсрочить мат на пару ходов Или на один ход В партии же последовал ход Слон Е1 Освобождая поле королю Но слон Е3 Недаром Андерсон ставил ладью на линию Д Как раз, чтобы не выпустить короля на Д2 Ну и после ферзь Е3 Конечно мат ладья Б1 Вот так вот черные в контр-гамбите Фалькбейера Пожертвовав ферзя всего лишь за две пешки Получили решающую атаку И поставили мат Всем, друзья, спасибо за ваше внимание Если нравится, подписывайтесь на канал Ставьте лайк А я постараюсь обязательно в этом интересном контр-гамбите Фалькбейера Записать еще несколько партий Потому что очень, я помню, есть интересные варианты Показать вам вообще идею хода Е4 Зачем вот играют черные Е4 Подберу специально несколько партий И в ближайшее время покажу Всем еще раз спасибо за просмотр Всем добра и хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok